Украине официально запретили православие, на Украине официально запретили Христа. В зале Верховной Рады бесноватые депутаты голосуют за сатану. У нас война с армией Антихриста и бесы берут реванш за крещение Руси. Друзья, всем привет! Вчера Верховная Рада историческое решение приняла, была запрещена Российская Церковь в Украине. Это больше 300 лет духовной оккупации Украины наконец-то прекращены. И это действительно исторически, ну и это, конечно, вопрос прямо сейчас национальной безопасности. Больше 100 дел, в которых священники УПЦ МП, ее иерархи, руководители наводили ракеты, работали на врага, принимали участие прямо в боевых действиях. Ну а распространение антиукраинской пропаганды просто промолчу. И этого моря, и этого масса. И, конечно, это далеко не о всех верующих идет речь. Наоборот, большинство верующих УПЦ МП абсолютно патриоты Украины. Но ими прикрываются и используют их агенты российские в руководстве этой церкви. И поэтому деятельность Российской Церкви в Украине нужно прекращать. Этот закон, кстати, ничего не запрещает. Он говорит, хотите работать, работайте. Только разорвите все связи с Москвой. Все, потому что здесь Московская Церковь здесь работать не может. Ну, думаю, очевидно. Ну и, конечно, на это есть реакция из Москвы. Боже, как она воет и беснуется. Я даже, знаете, там много всего несется. Но я пару выдержек приготовил для вас. Не забудьте подписаться на канал. Жмите кнопку лайк. Комментируйте, что вы думаете. Сейчас я вам покажу несколько, значит, видео. Давайте несколько скриншотов. Смотрите, как они там воют. Все, запретили. Каноническое православие. Ады, бесы. Вот это вот все несется. Разнообразные зет-блогеры и прочее. РПЦ говорит, что все. Они еще отдаст Синод Кирилла. Кирилл это патриарх Кирилла. Он же генерал ФСБ Гундяев. Подонок-негодяй, который благословляет войну и убийство украинцев. Еще при этом что-то имеет совесть рассказывать. В общем, тоже он даст свою оценку. Ну, а их уже часть пропагандистов свою оценку дала. Давайте по нарастающей. Давайте Мордана сначала вам поставлю, который говорит, все, вот, значит, приняли решение. Насколько вот, сколько будет этих авторшоков и какие последствия будут. Ну, много для кого, много для чего. И для остатков украинского государства, и для остатков украинского народа он существует на самом деле. И для нас будут последствия, и для Европы будут последствия. И даже, простите меня, такой публицистический пафос. Последствия будут для всего мира, поскольку речь идет о православном христианстве. Вчера всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической украинской православной церкви, а, соответственно, Верховная Рада приняла, в общем, я так понимаю, что они себе маленький люфт оставили, чтобы откорректировать позицию с помощью поправок, закон о запрете украинской православной церкви. Кстати, он даже не разбирается в общем, не в общем, а в целом приняли, уже никаких поправок нет, Мордан. Все, принято окончательно и целиком. Ну, дальше вот он говорит, мол, что же будет дальше? Ну, не верят что-то они, что будут прям народные возмущения. Послушайте, Мордана. Все как в 20-е и 30-е годы 20-го века, все как в первые века христианства, и гонения, и убийства, и запреты, и все, что хотите. Тут важно вот какой вопрос. Мне кажется, что вопрос важный. Кто-то скажет, ну, а почему, почему вот на защиту, по крайней мере, церкви как ключевой части национальной культуры не вышли, ну, просто думающие какие-то разумные люди на Украине? Тут, в общем, ответ достаточно простой, потому что на Украине фашистская власть. Поэтому... Ну, правильно, потому что у них и не будет никаких народных возмущений, потому что все все понимают, и почему, и как, и что происходит, и как вы используете церковь, чтобы уничтожать Украину и убивать нас. И это не могло бы дальше продолжаться. Ну, и послушайте Гаспаряна, тот тоже что-то не ждет, никаких возмущений. Говорит, да, все, вот все, теперь, говорит, и священники переходят в ПЦУ. Правильно, послушайте. Ну, никакого резонанса, разумеется, решение Верховной Рады в украинском обществе не вызовет. У них вообще ничего не вызывает резонанс. В принципе. Никогда был Томас, никогда стали рыдерски захватывать монастыри и храмы. Они не реагировали. Почему они должны прореагировать сейчас? Если у нас кто-то до сих пор живет вот этими иллюзиями, что там вот очень высокое православное чувство, ну, пожалуйста, наслаждайтесь. Сейчас, как бы, вся вот эта история ярко проиллюстрирует вашу глупость. Что изменится? Законодательно приняли решение, дальше переведут форму собственности. Все те, кто сопротивляется, получат возбуждение уголовного дела. Все. Думаю, что подавляющее большинство тихо перейдет в ПЦУ и сделает вид, что к ним никакого отношения не имеет. Их же даже не интересовало то, что за основу ПЦУ бралась структура Филарета, который находился под анафемой. Даже это не убеждало людей. Почему это должно сейчас тогда работать? Да, будет какое-то количество среди духовенства и мирян, которые предпочтут идти в катакомбы. Но думаю, что и там они недолго пробудут. В катакомбы имеется в виду не то, что они в Одессу под землю уйдут, нет, а в духовные катакомбы. Но думаю, что и в этом случае будут возбуждаться уголовные дела. Они уничтожат православие до конца. Следующая стадия ПЦУ будет сливаться с грек-католиками и уйдет под Ватикан. Я помню, когда я это сказал в 2018 году, все хихикали и говорили, что может произойти с УПЦ. Ничего. Теперь УПЦ нет. Можете дальше полагаться, что ничего больше происходить не будет. Господи, как видите, тоже такие себе настроения. Ну и напоследок к вам на закуску голованового идиота. Этот просто рассказывает про бесов, антихристов из Верховной Рады, из зала. Ой-ой-ой, послушайте. Украине официально запретили православие, на Украине официально запретили Христа. И вот что такое беснование целого народа? Это когда по заказу сатаны они принимают закон на Украине. Украина это такое языческое божество, это не страна. Это именно языческое божество, в жертву которого приносят людей, в жертву которого приносят младенцев, ради которого забегают на территорию Курской области и расстреливают всех без разбора. И вот там, в зале Верховной Рады, бесноватые депутаты голосуют, поднимают руки. Они голосуют за сатану, они голосуют за дьявола, они голосуют против Христа, а потом аплодируют друг другу. Вот это и есть поведение ада. Вот этот глупый смех, глупые пляски, глупые аплодисменты. Вот с чего пошел Майдан в Киеве? Из того, что бесноватая, голая девка спилила кресты, и потом пошли массовые убийства, потом пошли захваты храмов. Вот кто еще не понял, у нас война с армией антихриста, и бесы берут реванш за крещение Руси. Ну что могу сказать, да, видите, как они завыли. Ну кто бесы, мы видим с вами, прекрасно и понимаем. А я, друзья, иду на работу, как раз, как считает Голованов, в гнездо сатанистов. Значит, идем дальше работать для того, чтобы принимать важные решения. Москва пусть воет и кричит, потому что у них отрывают еще одно жало, которым они травили и пытаются уничтожить Украину. А мы держим строй.